Ко дню медработника сотрудникам государственных учреждений здравоохранения вручили почетные грамоты и благодарственные письма федерального и регионального значения за многолетний и добросовестный труд. Это награда всех наших медиков Барышевского района и Барышевской районной больницы, которые участвовали в пандемии, работали с пандемией, работали с больными просто на участках. Это общая наша награда. Но дали ее мне. Очень приятно. Большое спасибо. 32 года в профессии. На одном и том же месте поработал. Всю жизнь. Всю жизнь. Вместе с этими больными я, наверное, вырос. Представителя медицинского сообщества поздравил глава региона Алексей Русских. Он отметил, что в области разработан законопроект о статусе и дополнительных мерах поддержки медработников Ульяновской области. Планируется, что постановление вступит в силу в следующем году. Ваша профессия требует высокой квалификации и терпения, глубоких знаний и постоянного саморазвития. Она требует особого душевного склада и такта. Ну и, конечно, преданности своему делу. Примите, пожалуйста, слова нашей самой глубокой благодарности за безответное служение людям, за профессионализм, а также за понимание важности задач, которые перед вами стоят. Особую признательность выражаю за вашу работу в период пандемии. Привлечение кадров в отрасль – одна из важнейших задач. В регионе успешно реализуются федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За время их работы в селах трудоустроились 454 врача и 49 медиков. Один из участников программы – Максим Белокопытов, невролог из Новоспасского с пятилетним стажем. Сертификат на полтора миллиона рублей, полученный по федеральной программе, планирует потратить на покупку жилья. Почему именно Новоспасская? Потому что широкая инфраструктура, развивающаяся поселка, которая дает очень великие возможности, комфортную жизнь для и молодой семьи, и для молодых специалистов. Условия замечательные, современный ремонт, хорошие места рабочие, все очень даже нравится. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в 2020 году, большая часть госпрограммы нацпроектов в сфере здравоохранения была успешно завершена. Все это было бы невозможно без медиков, врачей, медсестер. Пандемия научила бережно и с благодарностью относиться к тем, кто не щадя сил и жизни работал в красной зоне, поликлиниках, на скорой помощи, в сельских фапах и стационарах.